Девушки отдыхают Сумеет ли аркомитет 2018 побороть самарские отставания, возведение инфраструктуры и стадиона для Мундиаля? Эксклюзивное интервью спортивного директора крыльевсоветов Зураба Циклаури. Кто покинет команду этой зимой, как выполняются контрактные обязательства и что даст клубу грядущий чемпионат мира? Задача на летнюю осеннюю часть сезона не выполнена. Крыльевсоветов идут в таблице ФНЛ только третьими. Как будет усиляться команда в зимний перерыв, с кем расставаться и как пройдут сборы, расскажет в эксклюзивном интервью спортивный директор крылышек Зураб Циклаури. Трехмесячные долги по зарплате перед футболистами и персоналом футбольного клуба Крыльевсоветов наконец погашены. Игроки ушли в самый продолжительный отпуск за последние годы. Теперь команда мастеров соберется только 14 января. Потеря очков в поединках с аутсайдерами, томью, ротором и факелом оставили самарский клуб на третьем месте в таблице, которая не дает права напрямую выйти в премьер-лигу. Реабилитироваться команда должна весной. Мы, как команда, которая претендует на то, чтобы выйти напрямую в РФПЛ, мы не должны терять очки с такими командами, безусловно. Мы не должны терять очки с командами, которые наверху, потому что мы проиграли Оренбургу. Причем, если вы помните, игра, когда мы играли в большинстве, мы проиграли Красноярску при равной игре, но, тем не менее, по результату мы проиграли. При этом конкуренция будет только нарастать. Синтетические поля Оренбурга и Красноярска дают этим клубам определенное преимущество. И Красноярску, и Оренбургу, конечно, мы понимаем, что они хотят тоже, как и мы, попасть в российскую премьер-либо напрямую. Очень огромный нюанс, я это говорю вам, как бывший футболист, накладывает то, что они играют в манеже. Игра специфическая, игра специфическая, на специфическом поле. Конечно, команда, которая уже привыкла к этому, к такой игре, она специфическая, мяч быстро очень ходит, да. Ей легче по сравнению с теми командами, которые приезжают раз туда играть. Вот как наша команда, мы играем на натуральном поле. По оценке спортивного директора клуба «Зурабо Циклаури», условий бытовых и тренировочных, которые созданы в Самаре, нет ни у одного клуба ФНЛ. По этим критериям клуб входит в топ-8 российской футбольной премьер-лиги. И футболистам грех, я думаю, жаловаться. Да, в принципе, они не жалуются. Да, были какие-то моменты, связанные с небольшими задержками финансовыми у нас в осенней части. Но хочу сказать, что, знаете, особо никто по этому поводу ничего не говорил. Я не думаю, что этот момент мог сказаться как-то на качестве игры, потому что те мальчишки, которые у нас уже не первый год, они знают, что здесь в этом клубе, в общем-то, стараются все вещи, которые связаны с финансовым затратами, все погашать. Но для того, чтобы выйти в премьер-лигу, необходимо усиление. Однако установленный в ФНЛ-лимит три легионера на поле ограничивает выбор на рынке игроков, уменьшает возможности клуба и лимитированное финансирование. Мы можем это делать только из внебюджетных денег, из спонсорских, из тех денег, которые мы заработали. Это тоже определенное, соответственно, накладывает ограничения. Приоритет это крайний полузащитник один, центральный защитник и, может быть, качественный еще игрок в атаку, который, так скажем, добавит нам конкуренции в этой линии. Вот эти три позиции по русским футболистам, которые клуб не против, так скажем, укрепить. Кто-то из ФНЛ, кто-то из РФПЛ по разным причинам. Вероятно, команду покинут несколько футболистов, меньше всего игравших в основном составе осенью. Как считают эксперты, это полузащитники Павел Голошев и Святослав Георгиевский. По мнению спортивного директора, уже после Нового года в ротацию могут попытаться пробиться игроки из Калифсоветов-2. Но вот чтобы подпитка местными воспитанниками не переставала, а только усиливалась, необходимо модернизировать региональную систему подготовки. Откровенно говоря, качество тех мальчишек, которые приходят к нам из Академии, качество тех мальчишек, которые приходят из Центра подготовки в клуб, в команду 2-й лиги, оно оставляет желать лучшего, конечно. Многие вещи приходится, в общем-то, заново учить мальчишек. Дай бог, если все будет хорошо, другого, опять же, повторюсь, не дано. Мы выйдем в российскую премьер-лигу, то мы хотим постараться, если будет возможность, сохранить команду Калифсоветов-2, которая будет играть во второй лиге. Плюс по регламенту у нас будет молодежная команда. Может быть, это молодежная команда. Может быть, пока мы, так скажем, консультации проводим, размышляем по этому поводу. Может быть, эта команда будет у нас на базе Академии находиться. У обновленного состава планируется два сбора. Первый в Турции, второй на Кипре. Там команду разделят на две части. Одна будет играть в Кубке ФНЛ, вторая тренироваться отдельно. А первым серьезным испытанием станет игра 1-4 Кубка России с московским «Спартаком». Она должна пройти 1 марта в Самаре. Если погодные условия не позволят подготовить «Металлург», в качестве резервной арены заявлен республиканский стадион в Саранске. Уважаемые болельщики, смотрите обязательно «Тотальный футбол» и болеть за футбольный клуб «Короли Советов». Вот и стало известно, кто сыграет следующим летом на стадионе «Самара-Арена», кроме российской сборной. В Кремле прошла жеребьевка финальной части Чемпионата мира по футболу. Подробности далее. Пока таймер обратного отсчета неумолимо приближался к началу жеребьевки среди стран-участниц Чемпионата мира по футболу 2018 года на сцене Самарского спорткомплекса «Металл-Арена» зажигательные и современные народные танцы перемежали с музыкальными речевками, отбивками, живой музыкой и оригинальными спортивно-музыкальными номерами. Эти коллективы менее чем через 200 дней будут встречать гостей и участников Мундиаля. На городской спортивный праздник пришли более 2000 человек. Как подчеркнули гости, сейчас «Самара» активно готовится к Мундиалину участвовать в этом по силам и всем жителям города. Нашей сборной досталась очень неплохая группа. То есть мы имеем возможность, если покажем, конечно, хорошую игру, выйти из группы, что не было на протяжении трех предыдущих чемпионатов мира. Но при таком составе соперников, при такой поддержке, которую наши болельщики окажут нашей команде, я думаю, мечта выйти из группы станет реальностью, потом будем претендовать еще на более высокие позиции. Всех болельщиков приглашаю принять участие в подготовке к чемпионату мира. Нам совершенно очевидно, нужно учить испанский язык, нужно учить английский язык, нужно уже перестать беспокоиться о том, достроим, не достроим, обязательно все сделаем. Впечатление – большой праздник футбольный. Группы получились довольно ровные, без явных таких фаворитов. Для нашей сборной жеребьевка довольно удачная. Но это также не повод расслабляться. По итогам жеребьевки в Самару, кроме России, приедут сборные Коста-Рики, Сербии, Дании, Австралии, Уругвая, Колумбии и Сенегала. А уже в одной восьмой финала при благоприятном стечении обстоятельств в столицу губернии соперничать прибудут команды Бразилии и Мексики. Ликвидации и отставания в строительстве Самара-Арена озаботились на заседании Арккомитета 2018, на которой собрались представители исполнительных властей, муниципалитетов и подрядчиков. О наиболее критичных моментах, которые необходимо срочно ликвидировать, расскажем прямо сейчас. До старта Чемпионата мира по футболу в России чуть больше полугода. Уже два с лишним месяца областными властями в ежедневном режиме ведется мониторинг работ на строящемся стадионе. Объектах инфраструктуры, транспорта, гостиничной сферы. Ключевые вопросы обсудили на расширенном совещании Арккомитета 2018, куда кроме профильных министров пригласили глав муниципалитетов и подрядчиков. Цель – скоординировать взаимодействие всех служб и ведомств. Конечно же, такое событие должно дать значительный толчок для развития экономики нашего региона, да и социальной сферы, поскольку в рамках подготовки мы целый ряд вопросов решаем, которые давно ждут жители Самарской области и сферы здравоохранения и образования. Мы решаем задачи на десятилетия вперед, и важно, чтобы каждый из нас это понимал. Отставание в работах на Самаре-арене сохраняется, хотя ряд операций, раскружаливание и монтаж козырька удалось выполнить с опережением графика на 2-3 дня. На стадионе Самаре на сегодняшний день завершен монтаж металлоконструкций всех 14 блоков козырьков. На футбольном поле выполнено устройство дренажного слоя щепня, установлено оборудование для полива. К стадиону привлечено повышенное внимание высшего руководства всех заинтересованных структур регионального и федерального уровня. Также отставание от графика есть и в строительстве тренировочных площадок «Энергия» и «Восход». Отклонение полтора месяца. В настоящий момент строительно-монтажные работы полностью завершены. Планируется ввод объектов 15 декабря 2017 года. Реконструкцию еще одной тренировочной площадки базы ФК Крылья Советов завершат до конца декабря. Сейчас предпринимаются дополнительные усилия, чтобы это отставание сокращать. Оно сокращается и целый ряд вопросов принципиально важных для завершения работ, основных работ, я бы сказал, конструктивных, они уже выполнены. Главный объект, уверенность есть, что будет доведен. Мы знаем, что какое внимание сегодня есть к стадиону на самом высоком федеральном уровне. По поручению Дмитрия Азарова для ускорения темпов работ по подготовке к Мундиалю, количество заседаний Арккомитета 2018 будет увеличено. Это был «Тотальный футбол». Спасибо за то время, что провели с нами. Заходите на наш сайт trkterra.ru и увидимся на футболе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!